видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net геометрия 10 и 11 класс от иносян задание 231 давно стороны основания прямого параллелепипеда а b c d 1 b 1 c 1 d 1 прямой параллелепипед стороны основания а b равно 8 сантиметрам b c 15 сантиметров и эти стороны образуют угол 60 градусов значит угол а b c равен 60 градусов и еще нам сказано что меньше из площади диагональных сечений равна 130 с квадратных сантиметров давайте пока так и запишем на и меньше я из площади диагональных сечений равна 130 квадратных сантиметров а нам нужно найти площадь поверхности параллелепипеда то есть площадь полной поверхности параллелепипеда и так диагональные сечения в учебнике сказано что диагональные сечения это сечение которое проходит через одну из диагонали параллелепипеда и боковое ребро диагонали а c 1 и 1 c проходят в плоскости а 1 c 1 c запишем давайте вот у нас есть одна площадь площадь сечения а а 1 c 1 c и две другие диагонали b d 1 и b 1 d проходит в плоскости b b 1 d 1 d значит у нас есть еще площадь b b 1 d 1 d но все диагональные сечения мы назвали теперь давайте сравним их площади и а 1 c 1 c и b b 1 d являются прямоугольниками так как боковые ребра прямого параллелепипеда перпендикулярны основанием следовательно площадь а а 1 c 1 c будет равна а а 1 умножить на а c а площадь b b 1 d 1 d будет равна b b b 1 b b 1 1 умножить на b d но b b 1 и а 1 равны иначе мы можем записать а а 1 умножить на b d и тогда если мы сравним два вот эти произведения то меньшим будет то у которого меньше вот этот множитель то есть другими словами наименьшую площадью диагонального из диагональных сечений будет та площадь которая включает в себя меньшую диагональ параллелограмма abcd теперь давайте посмотрим какая же диагональ параллелограмма будет меньше в параллелограмме abcd угол abcd равен по условию 60 градусов а смежный угол угол b а c равен 120 градусов большая диагональ параллелограмма лежит напротив большего угла следовательно b d это большая диагональ а а c лежащая напротив меньшего угла это наименьшая диагональ наименьшая диагональ а значит тогда вот эта площадь а а 1 c 1 c и будет наименьшей и будет равной 130 квадратных сантиметров теперь если мы определим эту диагональ а c то мы сможем вычислить высоту прямого параллелепипеда диагональ а c мы можем рассчитать используя теорему косинусов а c в квадрате будет равно ab в квадрате плюс bc в квадрате минус удвоенное произведение ab на bc и на косинус угла между ними косинус abc тогда это будет равно ab 8 в квадрате 64 плюс bc 15 в квадрате 225 минус удвоенное произведение 8 на 15 на косинус 60 градусов это 1 2 получаем все это служим получим 169 9 это а c в квадрате а значит а c будет равно корню квадратному из 169 13 сантиметров теперь мы знаем диагональ а c можем вычислить боковое ребро а а 1 оно будет равно площади а а а 1 c 1 c 1 c делить на а c это будет 130 делить на 13 будет 10 сантиметров и так нам известна высота теперь мы можем вычислить площадь боковой поверхности поскольку у нас прямой параллелепипед то все его ребра являются высотами все его грани являются прямоугольниками причем этих прямоугольников 4 из них есть два по две пары равных прямоугольников это площадь передней грани и задней грани они равны это равные прямоугольники она будет равна а а 1 умножить на а д и две одинаковые два одинаковых прямоугольника это площади боковых граней значит dc на д д 1 это будет равно ну а а 1 и д д 1 это равны боковые ребра мы их можем вынести за скобку вот так 2 а а 1 д д д д 1 заменим на 1 а в скобках останется а д плюс dc это будет равно 2 умножить на а а 1 10 и на сумму смежных сторон параллелограмму а б ц д 8 плюс 15 23 получаем 460 квадратных сантиметров это мы нашли площадь боковой поверхности теперь нам осталось добавить к этой площади две площади основания в основании лежат равные параллелограммы площадь каждого мы можем вычислить площадь а б ц д будет равна произведению а б на б ц и на синус угла между ними на синус угла а б ц это будет равно 5 8 умножить на 15 и умножить синус 60 градусов корень из 3 на 2 это будет 120 корней из 3 делить на 2 или 60 корней из 3 квадратных сантиметров осталось вычислить площадь площадь полной поверхности будет равна площади боковой поверхности плюс две площади основании 460 квадратных сантиметра плюс два умножить на Площадь одного основания 60 корней из трех. Тогда мы вынесем общий множитель. Общий множитель – это 20. Останется в скобках 23 плюс 6 корней из трех. Это и есть искомая площадь поверхности прямого параллелепипеда. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.